Доброе утро! Наверное, стоит сказать о том, сколько же собак будет нам представлено и сколько пород? Будет представлено более 120 пород совершенно различных, невероятно разных действительно по внешнему виду и по размеру, вообще по всему, по шерсти, по цвету, по всему. И будет около 700 собак и плюс еще монопородные выставки, то есть в целом более 800 собак. Что такое монопородная выставка? Это когда отдельная выставка отдельной какой-то породы. А сегодня вот с кем вы к нам пришли? А сегодня у нас достаточно как бы редкие две породы, которые у нас еще в городе представлены не очень. Это цверкпинчер, которого очень часто путают, если у него не обрезанные уши и хвостик, с утриером. Это цверкпинчер, это как маленький доберман. Цверкпинчер, миниатюрный пинчер. Это для нашего города редкая, да, Пахта? Ну, достаточно редкая. Их на выставке бывает немного. Одна, две, ну, крайне редко там три-четыре. Вот. И абсолютно редкая для города порода, да, то, что вы держите в руках, это будущие чемпионки. Да, абсолютно. У нас их представлены всего три собаки на весь Красноярский край. Но я думаю, что будущее у них невероятное. Они безумно красивые в ринге, они невероятно умные, очень легко обучаемые. То есть эта порода у нас... Примашерстный ретривер. Примашерстный ретривер. Или флет, так как называют. Флет, флет, да. Все запомнили. И порода, которой гордится Красноярский край, у нас питомник входит, занимает шестое место в России по качеству этих собак. Вот, не по количеству, а именно по качеству, да, по которой мы гордимся, как бы. Вот такой вот у нас состав сегодня. А черненький, кто это у вас? Маленький. Это тоже вот, это маленький, да. Это наше будущее, это наше будущее нашего края, это наши будущие чемпионки, да, так что вот. Выставка ведь не только для участников, можно будет прийти, посмотреть, да. Обязательно, можно прийти, посмотреть, конечно, нельзя. А выбрать себе что-то будут вот так же щенки, которых можно себе взять? Нет, какое-то количество, я думаю, полжей будет представлено, но в целом, я думаю, что можно просто договориться, будет найти заводчиков, посмотреть, как порода это ведет себя, допустим. Это очень удобное место, где можно действительно увидеть, как собаки себя ведут, какие они в общении, и, я думаю, что договориться в будущем о щенках. Дальше, я думаю, что лучше, логичнее обращаться уже в клубы. А вот что интересного в породе «Примашерстный ретривер», почему, например, вы ее вот выбрали? Мы выбрали ее, потому что она, нас папа выбрал. Самое главное, что нас выбирал папа, у нас есть еще одна собака, это мы брали вторую, потому что она… Первую вы выбирали, вторую папа. Первую мы выбирали для ребенка, вторую выбирали для себя уже, потому что она настолько интересна была, вот именно по форме, по… Внешне сначала внешне. Да, изначально папа выбирал у нас по внешности, а потом мы как узнали разнообразие пород, которые в нее входили, и что она настолько не представлена у нас вообще. И мы решили, конечно, надо брать. Ну, смотрите, у вас есть собака для ребенка, собака для папы, вы бы себе какую взяли теперь уже третья. Ну, это уже для меня выбирал папа, а получилось, что это собака. На этом вы остановитесь, да? Или нет еще? Какую хочется еще собаку? Во-первых, мы будем разводить эту стараться породу, потому что сейчас мы в нее настолько влюблены. Мы заметили. Вдруг, вот у нас ребенок старший хочет именно такую. Вот такую собаку. А как… Интересно, у вас 101 долматинец или один? Это долматинец? Это долматин. Долматин. Да. Долматинка – это мультфильм. Два. У вас два? Да. А вот здесь какая особенность этой собаку? Почему вы ее после мультфильма? Ну, нет, я уже была немножко старше, чем мультфильм. Такая мечта была, десятилетняя. Ну, потому что, во-первых, характер очень красивый. Какой характер? Вы знаете, они безумно интеллектуальные. Очень самостоятельные. То есть, очень самостоятельные. С ними какие-нибудь шоу интеллектуальные круто смотреть. Да, вам всегда полает нужный ответ, если что. Ну, да, примерно так. Но они очень спортивные собаки. Короче, с ним можно гулять, бегать, прыгать и все остальное. Гулять, бегать, прыгать. С его мамой мы участвуем в соревнованиях у нас в рисбе. Такие вторые. То есть тарелочки, пулеры, мячики – это все наши. Интересно. Вы не делаете, между прочим. Интересно. А вы просто сегодня держите маленьких собачек? Это наши будущие чемпионы. У них мама уже все-все-все закрыла. Теперь их будет очередь. Аня будет закрываться на выставках. У них все возможные титулы. Наталья, девочка, всего один месяц. Так что у них все еще в пилиси. Маленькие совсем. Вот такое воспитание. Давайте еще раз пригласим всех. Когда приходите, что можно будет увидеть? 14 ноября у нас с 10 утра и до 6 вечера разнообразные, разные-разные породы собак. Вы сможете посмотреть расписание в Сибири там выставлено и какая вас порода заинтересует. Приходите. А можете в течение всего дня. Кроме того, у нас в обед в часу дня будет показательное выступление собак. Именно дрессировка. Отлично. Приходите, друзья, 14 числа в МДЦ Сибирь для того, чтобы пообщаться с заводчиками собак, узнать что-то больше о породе, которую вы хотите завести. В общем, не пропустите. Мы сейчас прервемся на минуту рекламы.